Анатолий Николаевич Сухов. Социальная психология безопасности. Теория и практика. Издательство. Директ-медиа. Учебное пособие посвящено изложению социально-психологических основ безопасности, входящей в структуру любой системы. Книга содержит не только теоретический анализ различных видов безопасности, но и прикладные аспекты реальной практики их обеспечения. Пособие предназначено для конфликтологов, политологов, социальных работников, психологов, менеджеров, юристов, специалистов в области безопасности, преподавателей и студентов. Будет полезно при изучении социальной психологии, политологии, обществознания, информатики, управления, конфликтологии, основ безопасности жизнедеятельности. Предисловие. Вне безопасности представить существование кого-либо и чего-либо представить невозможно. Это тот контекст, в формате которого происходит жизнедеятельность. Но абсолютной безопасности не бывает. Риски всегда остаются. Безопасность – идеал, к которому надо стремиться. Поэтому актуальность проблемы безопасности совершенно не нуждается в каком-либо обосновании. Особенно наглядна и очевидна ее значимость проявляется в экстремальных ситуациях. Примеров на этот счет предостаточно. Существует множество теоретических подходов к пониманию безопасности. Философский, системный, математический, рискологический, кризисологический, социально-психологический и так далее. Это позволяет говорить о системе национальной безопасности. В структуру системы национальной безопасности входит политическая, социальная, общественная, информационная, организационная, семейная, групповая, вплоть до личностной безопасности. Вне системного подхода понять природу безопасности невозможно. Безопасность органически входит в структуру любой системы – социальной, общественной, государственной и так далее. Каркасом, базой и основанием для безопасности служит состояние социально-экономической системы. В то же время политическую безопасность нельзя представить без социальной и общественной. К сожалению, пока нет общей теории, которая бы в целом объясняла всю систему национальной безопасности. Она распадается на подвиды и имеет иерархическую структуру. Социальная психология безопасности – понятие интегративное и многомерное. В настоящее время психология безопасности аффилирована с юридической психологией, хотя фактически во многом связана с социальной психологией и тяготеет именно к ней. Понимание и объяснение природы многих видов безопасности возможно прежде всего с позиции социальной психологии. В данном случае социально-психологический аспект безопасности излагается не только на основе анализа отечественной практики ее обеспечения, но и бывших союзных республик, а также разных стран в различных регионах мира. Дело в том, что теория и практика обеспечения безопасности носит не только локальный, но во многом универсальный, то есть типичный характер. Это касается, например, таких угроз безопасности, как деформация социально-психологических явлений, конфликты, социальная напряженность, кризисы и тому подобное. В то же время сравнительная характеристика практики различных стран по обеспечению безопасности позволяет выявить все, так сказать, нюансы, плюсы и минусы, проблемы и трудности, меру их ответственности в этой области. В этом контексте совершенно неприемлемым является обвинение России в подрыве глобальной безопасности в результате защиты населения вновь образованных республик. На самом деле ответственность лежит на тех странах, которые используют ряд бывших союзных республик против России. Происходит это под прикрытием путем реализации гибридной информационной войны, то есть перекладывания ответственности с одной стороны на другую под ложным предлогом. Никто якобы не замечал, что происходило во вновь образованных республиках восемь лет со стороны украинских националистов. Но стоило России встать на защиту, то есть обеспечение безопасности населения этих республик, так сразу была объявлена санкционная война против нее. Ничего нового здесь нет. Так было перед началом войны в Ираке и так далее. Что касается внутренних угроз, то их выявление и устранение должно стать приоритетным и ответственным направлением в деятельности государственных, частных и общественных структур на основе модернизации в различных сферах. Хотя они в немалой степени являются следствием влияния внешних угроз, санкционной войны и так далее, устранять их нужно собственными силами в целях устойчивого развития и функционирования экономической, социальной и других сфер. Конфликтологический подход позволяет понять природу многих угроз различным видам безопасности. Известно, что в качестве одной из существенных угроз безопасности выступают деструктивные конфликты. Последствия деструктивных социальных конфликтов говорят сами за себя. Поэтому не случайно автор, располагая соответствующей статистикой об этом, уклонился от полной ее презентации. Она шокирует. Более того, травмирует. Достаточно сказать, что возникновение десятков тысяч войн, восстаний, революций, массовых беспорядков, терактов связано не с чем иным, а в первую очередь с конфликтами. О количестве жертв в данном случае следует промолчать. В то же время необходимо сказать о криминальных, патогенных, экономических и других последствиях конфликтов. Так, в основе абсолютного большинства преступлений, разводов, инфарктов, инсультов, язвенной болезни, потери рабочего времени, лежат те или иные конфликты. Роль конфликтов в геополитике также трудно переоценить. Конфликтогенная геополитическая обстановка в мире была и остается таковой. Шествие глобализма в виде цветных революций продолжается. Конфликт интересов в мировом масштабе не то, что не спадает, а наоборот нарастает в ходе торговых, санкционных, информационных войн. Жизнь подтвердила актуальность проблемы обеспечения безопасности. Более того, стало абсолютно ясно, что социально-психологический блок безопасности нельзя представить вне связи с социальными конфликтами, которые выступают в качестве угроз различным ее видам. В настоящее время наблюдается бум, связанный с проблемой конфликта. Переведены и изданы многие зарубежные источники, выходят в свет отечественные издания по конфликтологии. Защищаются докторские и кандидатские диссертации по конфликтам, как, впрочем, и по безопасности. В данный момент осуществляется профессиональная подготовка конфликтологов. Читаются специальные курсы по конфликтологии. Совместно с зарубежными коллегами проводятся совместные мероприятия. Но, к сожалению, практика урегулирования и разрешения конфликтов по-прежнему недостаточно соединена с теорией, что не может не отразиться на эффективности обеспечения безопасности. В этом контексте в вузах должна быть продолжена практика изучения курса «социальная конфликтология», впрочем, точнее, «социально-психологическая конфликтология». В качестве главного вывода можно сказать следующее. Реалии таковы, что требуют эффективного решения проблем, относящихся к компетенции социально-психологической конфликтологии и социальной психологии безопасности. При этом вопрос ставится не в теоретическом, а сугубо практическом плане. Иначе говоря, речь идет о массовом обучении населения по овладению конфликтологической компетентностью. Поэтому нужно развивать социальную конфликтологию, методику диагностики и урегулирования конфликтов на всех уровнях и во всех сферах. Крайне мало используются возможности конструктивных конфликтов при обеспечении различных видов безопасности. Соединение конфликтологии с теорией и практикой безопасности вдвойне полезно, как для конфликтологии, так и для безопасности. Сама по себе социально-психологическая конфликтология, взятая в отрыве от практики разрешения конфликтов, обеспечение безопасности интересно, но малопродуктивно. В конечном счете, смысл изучения и урегулирования конфликтов состоит в том, чтобы стали более безопасными и государство, и общество, и личность. Главное при этом состоит в том, чтобы обеспечить превенцию социальных конфликтов. Без социальной безопасности здесь не обойтись. Поэтому не случайно проблема безопасности заняла подобающее место как в социологии, так и социальной психологии. Но главное при этом заключается в том, чтобы безопасность стала неотъемлемым атрибутом политической, экономической и общественной жизни. Одной из главных социальных ценностей и условием для развития личности и общества, иначе говоря, социальной модернизации. Социальный аспект системы безопасности неразрывно связан с обеспечением устойчивости, стабильности социальной структуры общества, то есть обществом среднего достатка, тесным взаимодействием с институтами гражданского и традиционного общества. В данном случае это является главным условием устойчивости системы безопасности. Что касается данного учебного пособия, то здесь приведен собирательный портрет социальной психологии безопасности. Он получен на основе анализа событий, имевших место не только и не столько в России, но и других странах мира. По существу это теоретическая конструкция социальной психологии безопасности. В данном случае социальная психология безопасности рассматривается как типичное и вместе с тем реальное явление, характерное не для какой-либо отдельно взятой страны, а в различной степени для всего мирового сообщества. Учебное пособие социальной психологии безопасности, теория и практика является совершенно новым вариантом дважды переизданного в 2002 и 2005 годах – учебного пособия социальной психологии безопасности. Оно отличается не только по названию, но и структуре, и содержанию, и объему. Основной целью данного учебного пособия является методическое обеспечение таких курсов, как психология безопасности, основы безопасности жизнедеятельности, экстремальная психология, конфликтология, юридическая психология и политическая психология, а также отдельных дисциплин, социально-психологической профилизации, направления психологии, социальная работа и так далее. Эта книга – антипод так называемой притворной психологии, не желающей замечать того, что происходит вокруг, на самом деле, а не только в лаборатории и учебной аудитории. Она позволяет соединить две проблемы – проблему конфликтов и безопасности в одно целое. В данном случае момент истины связан с уровнем профессионализма в области анализа и обеспечения всех видов безопасности. При этом без максимально четкой и ясной постановки и формулирования целей и задач, а также способов, технологий и моделей их достижения не обойтись. Два первых издания автора по данной проблеме самые цитируемые. Хочется надеяться, что данная учебная станет своеобразным справочным материалом в хорошем смысле этого выражения при решении проблем, связанных с обеспечением различных видов безопасности. В заключении следует еще раз подчеркнуть неопровержимое обстоятельство, точнее говоря, постулат. Безопасность – это такое явление, без которого не могут нормально развиваться ни личность, ни семья, ни социальная организация, ни общество, ни экономика, не говоря уже о государстве. Об этом нельзя никогда забывать. Доктор психологических наук. Профессор. Сухов. Раздел 1. Введение в социальную психологию безопасности. Глава 1. Социально-психологические аспекты системы безопасности. Параграф 1. Сущность и виды безопасности. Теоретико-исторический аспект. Как известно, история становления практически любой науки складывается из двух периодов – до научного и научного. В рамках первого периода происходит как бы накопление фактов. К числу таковых относятся суеверия, мифы, легенды, сказки, песни, гадания, праздники, приметы и тому подобное. Все они имеют стереотипную природу и лежат в основе социального познания, житейской социально-психологической компетентности, которую называют народной мудростью. Своё выражение она получила в фольклоре, иначе говоря, это на стереотипах, менталитете. Сущность последней нашла широкое выражение в житейской психологии, являющейся результатом многолетних наблюдений, в частности, в поговорках, пословицах. Не является исключением и проблема безопасности. Она также нашла свое отражение в житейской компетентности. Но последняя не совпадает с временными рамками донаучного периода. Она может и существует в границах научного периода. К сожалению, житейская компетентность в области безопасности оставляет желать лучшего. Например, детей учат безопасности, с кем можно поддерживать контакты, а с кем нет. Но, увы, это далеко не всегда помогает им избежать ошибок. Также многие, наверное, сталкивались с таким понятиями, как лохотрон, ясновидящие, экстрасенсы, которые выступают в роли предсказателей событий, но на самом деле разводят на деньги своеобразными звонками по телефону и так далее. Так, в одно время были распространены звонки, после которых деньги исчезали из банковских карт. Не снята с повестки дня и проблема, связанная с черными риэлторами, когда под видом помощи в виде оказания услуг отнимаются квартиры и люди оказываются в положении бомжа. Мошенники входят в доверие и обманывают пенсионеров под видом социальных работников. Существует немало поговорок и пословицы о безопасности. В качестве примеров приводятся следующие. Береженого Бог бережет, берегись бед, пока их нет, лишь глупы до малой безопаски живут, опасения, половина спасения, знать. Где упасть, соломки бы постелил, один в поле не воин, не узнавай друга в три дня, узнавай в три года, лишь бы не было войны. Разумеется, на этом список поговорок и пословица о безопасности не заканчивается. Но и приведенных примеров достаточно, чтобы видеть, насколько точно они отражают суть и значимость безопасности. История изучения различных видов безопасности распадается на несколько этапов. Первый этап – зарождение и накопление знаний по отдельным вопросам безопасности до начала 20-го столетия. Второй этап – развитие специальных и становление интегрированных знаний безопасности с 1918 до 1990 года. Третий этап – дальнейшее углубление специальных интегрированных знаний по безопасности, становление общей теории безопасности с 1990 года и до настоящего времени. На первом этапе происходило зарождение, накопление знаний об опасностях по мере их воздействия на людей и реализация соответствующих защитных мер для уменьшения травматизма и заболеваемости. Прежде всего, решались вопросы личной защиты человека от природных опасностей и последствий военных конфликтов. Историю становления теории и практики обеспечения безопасности и, разумеется, такой ее составляющей, как социальная безопасность, нельзя представить без истории развития социальной конфликтологии. Наряду с развитием конфликтологии происходило становление пожарной безопасности, охраны труда, безопасности труда, радиационной безопасности и так далее. На втором этапе осуществлялось развитие специальных, а также интегрирующих знаний о различных угрозах и опасности и видах безопасности, техники безопасности. Пожарной безопасности, охране труда окружающей среды, гражданской обороне, защите в чрезвычайных ситуациях, социальной психологии и безопасности с позиции конфликтологии и другие. В это время социальная конфликтология продолжила изучение различных аспектов социальной безопасности. Отечественная конфликтология развивалась на базе социальной психологии, социологии, правоведения, психологии, математики, философии, а также исторических, политических и военных наук. Третий этап характеризуется дальнейшим развитием специальных, интегрированных знаний по безопасности, становлением общей теории безопасности с 1990 года и до настоящего времени. В этот период времени появляются более общие представления о безопасности, расширении спектра рассматриваемых объектов безопасности, вплоть до рассмотрения любых объектов материального мира, попытка изучать вопросы безопасности с единых позиций, независимо от объекта, сферы и вида безопасности. В сентябре 1990 года в Кельне состоялся первый всемирный конгресс по безопасности как научной дисциплине. Он проходил под девизом «Жизнь в безопасности». Специалисты по различным вопросам безопасности из многих стран в своих выступлениях часто оперировали понятием «риск», то есть речь шла о внешних и внутренних угрозах, опасностях, вызовах, вреде. Без установления их сущности, природы, говорить о безопасности нельзя. Эти понятия относятся к центральным, базовым понятиям теории национальной безопасности. История развития теории и практики обеспечения безопасности динамична. Она постоянно нуждается в уточнении с учетом реалий. Существуют разные классификации опасностей. Например, по размаху и масштабам возможных негативных последствий они могут быть глобальными, региональными, национальными, локальными, частными. Можно классифицировать опасности. По сферам общественной жизни и видам человеческой жизни. По степени вероятности. Реальные и потенциальные опасности. По направленности. Внутренние и внешние. По характеру адресной направленности и роли субъективного фактора в возникновении неблагоприятных условий можно выделить. Во-первых, вызов, совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера, но, безусловно, требующих реагировать на них. Во-вторых, риск, возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных последствий деятельности самого субъекта. В-третьих, опасность – вполне осознаваемая, но не фатальная вероятность нанесения вреда кому-либо, чему-либо, определяемая наличием объективных и субъективных факторов, обладающих поражающими свойствами. В-четвертых, угроза – наиболее конкретная и непосредственная форма опасности, создаваемая целенаправленной деятельностью откровенно враждебных сил. По мнению Носкова, понятие «опасность» есть совокупность условий и факторов, вызывающих нарушения нормального функционирования и развития объекта. Для того, чтобы раскрыть содержание какой-либо опасности, необходимо знать конкретный перечень этих условий и факторов. По источнику происхождения выделяют следующие экстремальные ситуации, которые выступают в качестве угроз. Так, природные бедствия представляют собой сложную совокупность. Разнообразных неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов. При этом эти явления и процессы, в зависимости от их масштабов и интенсивности, подразделяются на неблагоприятные природные явления, стихийные бедствия и природные катастрофы. Основным и наиболее распространенным понятием, обозначающим чрезвычайное техногенное событие, является авария. Источником биолого-социальной чрезвычайной ситуации является особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей. Сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории, произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация. Социальные угрозы связаны с последствиями, формами проявления деструктивных социальных конфликтов и массовых кризисов, то есть являются конфликтогенными и кризисогенными факторами. К сожалению, при изложении форм проявления массовых деструктивных социальных конфликтов нередко ограничиваются раскрытием только различных видов толпы – простой, экспрессивной, конвенциональной и действующей. Такое тоже имеет место. Отрицать невозможно. Но на самом деле спектр проявления массовых социальных конфликтов куда более обширен. Они проявляются в различных деструктивных формах. Имеются в виду войны, восстания, революции, кризисы, массовые репрессии, беспорядки, террор, экстремизм и тому подобное. Роль конфликтов в геополитике также трудно переоценить. Конфликтогенная геополитическая обстановка в мире была и остается таковой. Шествие глобализма в виде цветных революций продолжается. Конфликт интересов в мировом масштабе не то, что не спадает, а наоборот, нарастает в ходе торговых, санкционных, информационно-психологических войн. Впрочем, данный конфликтный фон настолько постоянен, что не вызывает при восприятии всплеска эмоций тревоги. Он превратился в привычную картину. Но ничего хорошего в этом нет. Катастрофическое сознание проявляется не только в виде доминирования постоянных страхов, истерики, паники, но и в индифферентности к опасности. Еще одной чрезвычайно актуальной проблемой в рассматриваемом контексте является влияние последствий гибридных конфликтов на жизнедеятельность различных социальных групп на всех уровнях, начиная от личностного и кончая глобальным, мировым. Они настолько запутывают все и вся, что ни о какой определенности говорить не приходится. К числу наиболее опасных способов проявления социальных конфликтов прежде всего следует отнести экстремистские движения, терроризм, захват заложников, крайне национально-освободительные движения, в том числе нацизм, национализм, шовинизм. Действия агрессивной толпы, погромы, поджоги, массовые убийства, несанкционированные забастовки и другие виды протеста, мягкую силу, фейки, черный пиар и другие. В настоящее время наиболее опасными формами проявления социальных конфликтов является терроризм и экстремизм. Однако сами террористы оправдывают свои действия. Они считают, что так можно разрешить социально-политические и межэтнические конфликты. По их мнению, массовый захват заложников, взрывы в общественных местах привлекают внимание СМИ к социальному конфликту и помогают его разрешить на основе предъявления требований к властям с позиции силы. В этом террористы видят смысл и оправдание своих действий. Террор – это недопустимый способ решения социального конфликта. Террористы оправдывают его, однако весь остальной мир придерживается иного мнения на этот счет. Экстремистские движения предлагают свои способы обеспечения общественной безопасности. Крайние, радикальные как правого, так и левого толка. Свои методы разрешения социальных конфликтов, преимущественно этнических. Превращение военных преступников в национальные герои – пример сказанному. Такое имеет место в некоторых странах бывшего СССР. Происходит это не только с помощью определенных структур, элитарных групп, но и специальных организаций, которые действуют в сугубо политико-экономических целях. В данном случае националистические движения превращаются в орудия контроля над определенными территориями. Как правило, их используют в темную, играя на ура патриотических чувствах. Вполне понятно, что в целях профилактики и ликвидации угроз создается система безопасности. В 1993 году в России впервые вышел закон РФ о безопасности. В нем дано понятие о безопасности. Подготовлены и одобрены несколько вариантов стратегии развития национальной безопасности. В результате анализа научной литературы по проблемам безопасности, опубликованной за последнее время, можно сделать вывод, что границы понимания безопасности учеными нашей страны в сравнении с предыдущими закрытыми разработками в этой области существенно расширились. Так, если раньше безопасность, за редким исключением, рассматривалась только применительно к государству, затем и к обществу, то сегодня чаще всего безопасность рассматривается в отношении триединства – личности, общества, государства. Таким образом, в настоящее время произошло существенное расширение представления о безопасности как в отношении объектов посягательства, так и в отношении источников опасности. Об этом свидетельствуют десятки специальных журналов по различным видам безопасности, не говоря о количестве профильных статей. Однако это обстоятельство не снимает вовсе остроту вопроса, связанного со множеством нерешенных теоретических аспектов проблемы безопасности, ее понятийном аппарате, структуре, стадиях обеспечения и так далее. Приходится констатировать, что классификация различных видов безопасности в основном носит линейный характер. Они построены на простом их перечислении. На самом деле классификация различных видов безопасности – дело совсем непростое. Структурно различные виды безопасности пересекаются между собой и образуют сложные комбинации взаимодействия. Так, последствия природного стихийного бедствия, ставшего причиной катастрофы на химическом или ином опасном предприятии. Последовавшие за ними людские жертвы и материальный ущерб носят сложный, комбинированный, то есть природный, техногенный, социальный и экологический характер. В данном случае речь идет и об экологической безопасности, и техногенной, и социальной, и медицинской, и генетической, и о многих других вместе взятых. Поэтому классификацию различных видов безопасности нужно строить на основе следующих оснований. О уровне возникновения и проявления. С этой точки зрения следует выделять личностную, межличностную, групповую, семейную, организационную, региональную, национальную, международную и глобальную безопасность. Б. Сферы возникновения. В этом случае речь следует вести о государственной, политической, экономической, социальной, общественной, информационной, организационной, корпоративной, семейной, групповой, личностной безопасности. В. Технологии обеспечения в данном контексте подразумевается физическая, техническая, военная, радиационная, информационная, экономическая, пищевая, психологическая, правовая, экологическая и т.д. Г. Степень развития и обеспечения, то есть с учетом данного обстоятельства нужно иметь в виду высокий, средний и низкий уровень безопасности. При этом следует иметь в виду, что различные виды безопасности существуют в качестве самостоятельных, достаточно автономных. Однако их независимость относительно. Друг без друга довольно часто многие из них функционировать не могут. Так, в качестве средств обеспечения социальной выступает экономическая, военная безопасность, в том числе антикриминальная. В этой связи следует заметить, что понятие антикриминальная безопасность более точное по сравнению с криминальной безопасностью. Оно означает защиту от криминальных угроз, а также безопасность сотрудников, осуществляющих эту деятельность. Что касается понятия криминальная безопасность, то оно многозначно и аморфно. Его можно даже трактовать как противоположное явление, как защиту криминального мира. Тем не менее, это широко употребляемое, часто используемое понятие. Но, видимо, пора внести ясность. Время настало. Высокий уровень безопасности обеспечивает надежное, устойчивое состояние объекта. Нижние границы безопасности указывают на прямо противоположное явление. Опасность, угрожающая состоянию объекта в силу различных обстоятельств, деформации. Дисфункции, неустойчивости, ненадежности, конфликтогенности, кризисогенности, рискогенности, то есть угроз для себя и других и прочее. Под системой обеспечения национальной безопасности РФ большинство ученых понимают совокупность органов, сил и средств, осуществляющих меры политического, правового, организационного, экономического, военного и иного характера, направленных на обеспечение безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. Система безопасности складывается из различных ее видов на разных уровнях. Международная безопасность состоит из глобальной, региональной и коллективной. Глобальная безопасность – это защита от опасности человечества в целом, от опасностей, способных привести к ухудшению условий жизни на планете, безопасность всемирного масштаба. Она является чрезвычайно актуальной проблемой. Региональная безопасность, объединяющая группу стран, отражает международные отношения в конкретном регионе. Характеризует уровень защиты от военных угроз, экономических, политических опасностей и тому подобное. А также должна обеспечивать защиту от любых вторжений извне, которые связаны с посягательством на суверенитет и независимость определенного региона. Коллективная безопасность – это совместные действия государств, призванные предотвращать и устранять угрозы миру, подавление актов агрессии или любых нарушений мира. В систему национальной безопасности входит политическая, экономическая, социальная, общественная, информационная, техногенная, военная, экологическая и другие виды, включая безопасность личности. При этом приоритетным видом является именно личностная безопасность. В то же время в систему национальной безопасности входит и региональная, которая по своей значимости имеет крайне важное значение. Получить исчерпывающий ответ на вопрос, что такое безопасность, далеко не просто. Толкование, интерпретация данного явления масса, но ясности это не добавляет. Поэтому начнем с главного, с принципиальных моментов, относящихся к теме. В настоящее время существуют философский, идеологический, интересологический, политологический, социологический, психологический, социально-психологический, правовой, математический, рискологический системы. Конфликтологический, кризисологический, антрополово-экологический, криминологический, медико-биологический, резистентологический, военологический и другие подходы к пониманию различных видов безопасности. При этом каждый из этих подходов обладает существенной спецификой и возможностями. Вклад различных наук в разработку проблем, связанных с тем или иным видом безопасности, далеко не одинаков. Некоторые из них достигли реальных результатов в этой области. Но для представителей многих научных отраслей впереди предстоит еще немалая работа в сфере теории и практики обеспечения безопасности. Определение понятия безопасность, исходя из опасностей, является очень распространенным, и некоторые исследователи раскрывают содержание данного понятия, как отсутствие опасностей или наличие возможностей надежной защиты от них. По некоторым источникам, словарь Роберта, понятие безопасность начало употребляться ориентировочно с 1190 года и означало или имело смысловое значение, как спокойное состояние духа человека, который считал себя защищенным от любой опасности. В России понятие безопасность употреблялось редко. Так, например, в положении о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия от 14 августа 1881 года было употреблено понятие «государственная безопасность». Но оно использовалось и как общественная безопасность. Позже в российском законодательстве появилось понятие охранения общественной безопасности, которое характеризовало деятельность государства, направленную на борьбу с государственными преступлениями. В период революционных преобразований и становления советской власти существовала терминология, обеспечивающая революционный порядок. Начиная с 1934 года в России законодательно было закреплено понятие «государственная безопасность». В настоящее время понятие «безопасность» носит неоднозначный характер. В большинстве случаев безопасность отождествляется с защищенностью. Но это мало о чем говорит, практически ничего не значит. Нет конкретики. Своего рода тайна за семью печатями. Анализ определений «безопасность», приведенных в различных источниках, показывает, что понятие данного явления для большинства авторов означает состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. В широком плане под безопасностью в русском языке понимается положение, при котором кому-либо, чему-либо не угрожает опасность. Словосочетания «надежно защищенный», «не подвергающийся опасности», «не причиняющий вреда», «не грозящий» также отражают специфику определяемого понятия. В толковом словаре живого великорусского языка далее можно найти следующее определение безопасности. «Безопасность» означает отсутствие опасности, сохранность, надежность. Прилагательные «безопасливый», «ничего не опасающийся», «осторожный», «несамонадеянный», «критично мыслящий», «смелый» часто используются при характеристике этого явления. Согласно словарю Ожегова, безопасность – это состояние, при котором не угрожает опасность, если есть защита от опасности. Синонимами этого слова в русском языке являются слова «надежность», «защищенность», «устойчивость», «сохранность», «безобидность», «безвредность». В энциклопедических изданиях содержится следующее определение безопасности. В энциклопедическом словаре Бракгауза и Ефрона «безопасность» характеризуется как главный залог человеческого развития. Согласно психологической энциклопедии, безопасность – ощущение доверия, невредимости, отсутствие страха или тревоги, особенно в отношении удовлетворения собственных настоящих и будущих потребностей. В социологической энциклопедии об этом явлении говорится так. Безопасность – это такое состояние общественных отношений, при котором личность, социальная группа, государство может вполне самостоятельно, суверенно, без вмешательства и давления извне, свободно выбирать и осуществлять свою стратегию международного поведения, духовного, социально-экономического развития. В российской энциклопедии по охране труда содержится следующая трактовка безопасности. Безопасность – состояние надежной защищенности жизненно важных интересов личности, общества, организации, предприятия от потенциально и реально существующих угроз, или отсутствия таких угроз, опасностей. Как видно, понятия безопасность и защищенность выступают в одной связке, неотделимы друг от друга. Но здесь возникает тавтология – масло, масляное. Получается, что безопасность – это безопасность и защищенность. К сожалению, при этом последнее понятие не операционализируется, не расшифровывается. Это лишает его конкретного содержания. Поэтому не случайно законодатель, определяя безопасность посредством понятия защищенности, желает подчеркнуть, что положение объекта, при котором отсутствуют угрозы его существованию, не присуще ему изначально, а достигается путем активного волевого внешнего вмешательства, способствующего формированию объекта положительных свойств. Очевидно, что защищенность – свойства склонны к количественным изменениям, объект может быть более или менее защищенным. Подобная особенность рассматриваемого феномена должна обязательно учитываться при определении с его применением понятия безопасность. Нам представляется, что существенным значением в трактовке термина «безопасность», помимо констатации состояния защищенности, обладает степень защищенности объекта. По мнению целого ряда юристов, термин «безопасность» относится к неопределенным правовым понятиям, и законодателям нередко не расшифровывается, оставляя простор для действий исполнителей, полицейских и жандармов. Что же касается толкования этого термина, то известный французский ученый-юрист Жорж Ведель определил его следующим образом. «Безопасность – деятельность, направленная на предупреждение опасности угрожающей группе или частным лицам, начиная от предотвращения заговоров против безопасности государства и кончая предотвращением несчастных случаев». Первое определение психологии безопасности появилось в рамках психологии труда инженерной психологии. И было сформулировано котиком, в 1987 году психология безопасности была призвана обеспечивать профилактику несчастных случаев на производстве и изучать их причины возникновения. Психологическая безопасность – это понятие интегративное и многомерное. Ее рассматривают и как процесс, и как свойство, и как состояние, проявляющееся на уровне общества. Кроме того, выделяют такие сферы психологической безопасности как Информационно-психологическая безопасность – Грачев, Кабаченко, Непомнящий, Решетина, Рощин, Смолян, Сухов и другие. Безопасность образовательной среды и личности – Абакумова, Бурмистрова, Баева, Дмитриевский, Ермаков, Лысь, Рассоха, Сухов и другие. Безопасность труда – Котик, Пряжникова, Пряжников, Неконоров и другие. Социальная и социально-психологическая безопасность – Зинченко, Абраменкова, Зотова, Сухов, Эксакуста и тому подобное. Исторический аспект психологии безопасности наиболее полно изложен Краснянской и Тылец в соответствующем учебном пособии – История психологии безопасности – Истоки и современность. В то же время без истории становления социальной конфликтологии историю психологии безопасности трудно представить. Они органически связаны между собой и дополняют друг друга. На наш взгляд, самый широкий смысл понятия безопасность представлен Шершневым. В понятийно-категориальном аппарате концепции национальной безопасности он трактует его как способность к осмыслению с точки зрения возможных опасностей – риска, угроз. Действительно, реальная безопасность напрямую связана не с абсолютным устранением угроз – такое в принципе невозможно при всем желании, а с минимизацией рисков, то есть вероятности рецидива возникновения угроз. Вообще говоря, без использования возможности рискологии проблемы, связанные с безопасностью, решить невозможно. Рискология – научная дисциплина, активно развивающаяся в последние годы и следующие различные проблемы риска. Рискология охватывает широкий круг вопросов и подходит к анализу риска с различных точек зрения. Так, например, риск изучается в комплексе технических, инженерных дисциплин. Но есть и особая область исследования риска, целиком связанная с проблемами психологической ориентации человека в мире, словом, его безопасности. В этом качестве риск изучается в контексте экологической психологии вместе с другими проблемами влияния окружающей среды на поведение человека. Здесь анализируется такая ситуация, когда наиболее значимым для человека является не объективная степень риска, а его субъективное восприятие, для чего вводится понятие «воспринимаемый риск». Конечно, степень риска, которому подвержен человек в той или иной ситуации, определяется и объективными характеристиками опасности и угрозы, однако поведение во многом опосредовано тем, как и насколько индивид воспринимает эту опасность. Под воспринимаемым риском и понимается как раз сочетание субъективной вероятности неблагоприятного события и оценки его возможных негативных последствий. Образ среды во многом обусловлен тем, насколько она представляется источником разного рода рисков. В экспериментальных исследованиях выявлены различные факторы воспринимаемого риска. Из них чрезвычайно важным является, например, степень удаленности от непосредственного очага угрозы, а также мера информированности отдельного человека или группы о конкретных рисковых ситуациях. В обыденной жизни все эти выявленные в исследованиях факторы хорошо известны. В конкретных чрезвычайных ситуациях включение риска в поведение человека во многом обусловлено именно степенью его информированности, как о характере угрозы, так и о возможных последствиях. В ряде исследований, проведенных в нашей стране после чернобыльской катастрофы, установлены различные типы поведения в ситуациях риска. Чрезвычайно важным фактором восприятия окружающей среды через призму риска является осмысление связи чисто экологических, природных катастроф и социальной ситуации, в рамках которой они происходят. Что касается понимания безопасности с точки зрения резистентологии, жизнестойкости, то под ней следует понимать устойчивость той или иной системы. Сегодня существует необходимость рассмотрения проблемы безопасности с позиции социальной психологии через системный поиск соприкосновений и взаимодополнений существующих достижений психологической науки и концептуальных представлений о безопасности, предлагаемых специалистами по информационной, военной, международной, межэтнической, корпоративной и других видов безопасности. Изучение безопасности как системы тесным образом связано с представлением о неразрывной связи безопасности личности с безопасностью общества. Системное видение безопасности открывает возможности познания закономерности развития и функционирования личности как типичного представителя общества. В настоящее время с точки зрения системного подхода можно высказать лишь несколько принципиальных соображений по поводу теории и практики обеспечения безопасности. Первое. Следует иметь в виду, что безопасность есть одна из характеристик и критерии функционирования и развития социальных, экономических, технических, экологических и биологических и других систем. Поэтому построение теории безопасности невозможно в отрыве от теории эффективности развития экономических и социальных систем, надежности технических систем и так далее. Из этого следует, что есть базовые явления биологического, социально-экономического и технического порядка, от которых зависит уровень национальной безопасности. Теория социально-экономических систем должна имплицетно включать теорию безопасности. Индикаторами безопасности биологической системы выступает иммунная система. Что касается социальной системы, то признаками и показателями ее безопасности является высокая продолжительность и качество жизни населения и так далее. И наоборот, низкая продолжительность жизни и высокий уровень социальной напряженности – симптом опасного состояния социальной системы. То же самое можно сказать и об экономической системе и, соответственно, безопасности, хотя в отрыве от социальной рассматривать ее бессмысленно. В качестве критерий в безопасности политической системы служат соответствие ее деятельности общенациональным интересам. Таким образом, состояние социально-экономической, политической системы является несущей конструкцией, платформой, каркасом, то есть основой национальной безопасности. В то же время развитие, здоровье, нормальное состояние общества и личности является целью национальной безопасности. Все остальные виды безопасности, в том числе антикриминальные, военные и другие, являются средствами достижения этой цели. Следовательно, модель безопасности имеет не только структурное, но и иерархическое строение, основанное на учете дерева целей. Так, в более или менее конкретном виде, социальная безопасность означает выполнение социальными институтами своих функций по удовлетворению интересов, целей всего населения страны и выражается в ряде показателей. Качестве, продолжительности жизни и тому подобное. Устойчивое, стабильное развитие социально-экономической системы – главное условие национальной безопасности. Иначе говоря, международная и национальная безопасность России – это эффективность ее внутренней и внешней политики. В результате реформирования в России должна быть создана такая национальная экономика, которая в состоянии обеспечить ее безопасность. То же самое можно сказать и о государстве, особенно в переходный период. Итак, безопасность – это обеспечение надежности, устойчивости внешнего и внутреннего контура любой системы, любого ее субъекта и объекта. То есть высокая вероятность функционирования не просто в нормальных, а в осложненных и экстремальных ситуациях. В этом состоит сущность данной проблемы. Второе принципиальное соображение связано с тем, что необходимо различать общую и специальные частные теории безопасности. Общая теория обслуживает систему безопасности в целом, а частные, ее составляющие, виды, направления, в том числе создание специальных программ по борьбе с преступностью, терроризмом и прочее. Иначе говоря, вначале нужно иметь концептуально обоснованную теорию национальной безопасности, а затем на ее основе строить военную доктрину, уголовную и тому подобное. Третье обстоятельство касается того, что нельзя свалить безопасность к пассивной безопасности, своеобразному куполу, зонтику, защите и прочей безопасность, явление активное. В первом случае мы имеем дело с пониманием безопасности как статичного явления. История говорит о том, что этот подход является наиболее распространенным к пониманию безопасности. Об этом свидетельствует толщина непробиваемых стен крепостей и так далее. На самом деле она должна включать момент ответной реакции, учет состояние объекта воздействия со стороны угрозы. Иллюстрацией этого обстоятельства выступает современное сверхзвуковое ракетное оружие, которое способно уходить от средств ПРО и наносить практически безответные удары по противной стороне. Подобное должно быть на всех уровнях общества – личностном, групповом, семейном и тому подобное, не зря говорят, добро должно быть с кулаками. Безопасность предполагает адекватный ответ. Этот момент является сдерживающим фактором. На этой основе построены военные доктрины и прочее. Национальная безопасность складывается из внешнего и внутреннего контуров. Внешний контур безопасности состоит из двух уровней – общепланетарного, глобального и межгосударственного. При анализе внешнего контура безопасности важно иметь в виду угрозы экологического, военного, радиационного, эпидемиологического, криминального, природного и культурно-нравственного порядка – экспансии. Внутренний контур безопасности предполагает предотвращение угрозы экономического характера, а также угрозы, связанные с возможностью военного переворота, утечки информации. Совершение террористических актов, чрезвычайных происшествий социального, природного, биологического и технического происхождения, соблюдение Конституции и прав человека. Решающую роль в формировании и обеспечении национальной безопасности играют национальные ценности, национальные интересы. Национальные ценности – это фундаментальные нравственные нормы, обычаи, традиции, определяющие жизненную позицию, словом, менталитет, а также достояние общества в сфере материальной и духовной культуры. Национальные ценности складываются постепенно в процессе эволюции экономики, культуры, науки и техники. Национальные интересы – это осознанное, официально выраженное отношение к национальным ценностям. Вопрос определения национальных интересов – это ключевой вопрос для любого государства, поскольку именно через них оценивается уровень безопасности и защищенности как отдельного человека, так и государства и общества в целом. Только с учетом национальных интересов можно формировать долгосрочный стратегический курс государства, определять его политику. Таким образом, на основе анализа приведенного материала о системе безопасности можно сделать следующий вывод. Чтобы обобщить разрозненные знания о различных видах безопасности, нужна безопаснотология интегральная. Междисциплинарная наука о различных видах безопасности на различных уровнях, в различных сферах и в различных условиях – нормальных, осложненных или экстремальных. Безопасность – это система действий субъектов путем использования различных средств и технологий в целях выявления, диагностирования, идентификации и ликвидации внешних и внутренних угроз, представляющих собой деструктивное воздействие на объекты безопасности в целях обеспечения их надежного, устойчивого функционирования или сохранения на основе минимализации рисков для них. При этом под надежностью или устойчивостью объекта, что, собственно, одно и то же, понимается его возможность выполнять заданные функции. Это положение относится ко всем без исключения объектам. Многообразие представлений о социальной психологии и безопасности как науке и практике объясняет и трудность описания ее предмета. Это описание может быть выполнено только при интеграции различных подходов и теоретическом осмыслении проблемы психологической безопасности на разных уровнях. В этом контексте следует оперировать такими понятиями, как житейская социально-психологическая и профессиональная компетентность в той или иной области безопасности, например, психолога в сфере образования. Это во многом снимает неопределенность в понятийном аппарате, в частности, обязывает более строго оперировать понятием психологическая безопасность путем компетентной его смысловой расшифровки, то есть предельного уточнения, о чем идет речь. Профили субъекта, состояние объекта, результатах обеспечения безопасности в сфере образования. Известно, что национальная безопасность представляет собой систему прогнозирования, обнаружения, предотвращения и ликвидации угроз на различных уровнях в целях обеспечения нормального функционирования государства, общества, экономики и личности. При этом национальную безопасность можно рассматривать как теорию, социальную практику, научную специальность, учебную дисциплину. Первое. Говоря о национальной безопасности в теоретическом плане, следует отметить, что пока не сложился единый подход к объяснению ее природы, структуры, механизмам функционирования и т.д. На наш взгляд, социальная психология в состоянии внести серьезный вклад в теорию национальной безопасности. Конфликтологический подход может стать, в частности, составной частью концепции национальной безопасности. Подготовленное автором и изданное в 2021 году учебное пособие «Социальная конфликтология» тому подтверждение. Надо подчеркнуть, что для разработки социально-психологических аспектов национальной безопасности необходимы фундаментальные теоретические исследования. Второе. Практическое обеспечение национальной безопасности нельзя представить без социально-психологической диагностики. То есть сбора информации о причинах возникновения экстремальных ситуаций, проведения мониторинга общественного мнения, создания конфликтологических центров, сети аналитических служб. Кризисных групп, проведения социально-психологической экспертизы законов, кризисных явлений в области политики, общества и экономики. А также открытие центров по оказанию помощи населению, в том числе обманутым вкладчикам, жертвам насилия, беженцам, переселенцам, лицам из горячих точек и тому подобное. Третье. Решение социально-психологических проблем обеспечения национальной безопасности предполагает. Подготовку профессиональных конфликтологов. Психологическое просвещение населения. Профессиональное обучение соответствующих специалистов, повышение житейской и профессиональной социально-психологической компетентности госслужащих на основе курса «Социальная психология безопасности». Это обстоятельство требует методического обеспечения, издания учебников, учебных пособий, монографий, практикумов, тренингов и иной учебно-методической литературы. В этом направлении уже сделаны правильные шаги. Имеется в виду издание литературы, создание учебных дисциплин, в том числе курса «Социальная психология безопасности», «Открытие специализированных журналов», «Новой научной специальности психологии безопасности». Но предстоит еще многое сделать. Электронная и печатная версии книги по ссылкам в описании. Озвучено с помощью iBooks.ru «Социальная психология безопасность».